Субтитры создавал DimaTorzok 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 После двухлетней работы на Ленинградской атомной электростанции То есть приходилось не только его строить своими руками Потом как мастер проводил и передавал выполненные объемы работ Как мастер, инженерно-технический работник И запускал свои работы уже в действии После пуска атомной электростанции После принятых работ я уже приехал в город Димитровград Тут опять же научно-исследовательский институт атомных реакторов Там также приходилось много выполнять строительно-монтажные работы Ну и в 1977 году, если вкратце, там я уже начал работать начальником участка Переехал в город Ульяновск Когда уже сказали, комсомольская молодежная стройка В городе Ульяновске развивается, раскрывается или открывается Ульяновский авиационно-промышленный комплекс Вот с первых дней, с первого колышка я там приехал В 1977 году, ну в конце 76-го, в начале 77-го года Мы начали строить сначала инженерные сети для заключенных Работали за заключенными, для себя они строили И потом, конечно, в 1977 году уже начали строить основные объекты Это корпус 3-й, ну и все объекты, которые были предназначены для стройки Димитровградского управления строительства ДУС, да, Димитровградского управления строительства А мы у них были субподрядчиками монтажно-строительного управления Которые занимались спецмонтажными работами Если строители строили здания, мы выполняли все спецмонтажные работы И таким образом проработал я там Практически все должности прошел Был замглавный инженера предприятия Потом создали мы обособленное монтажно-строительное объединение Предприятие, вернее, которым мне предложили возглавить И я был уже отдельное обособленное подразделение от города Димитровграда И тем самым мы организовали такое АО МСУ-14 Ульяновск Где уже доработался до генерального директора Спасибо В 2005 году уже был избран депутатом третьего созыва Ульяновской городской думы И тут же выбрали меня заместителем председателя Ульяновской городской думы Да, уже и политическая жизнь начала И общественная жизнь начала Да, дальше пошла политическая и общественная работа В начале 2000-х годов, когда в 2003 году избрали своего Владимира Ильича Председателем УЧНК Чувашской автономии Вы стали первым заместителем Вот с этого у вас началась работа Чувашской общественностью Да, наверное, так и получилось После того, как я начал депутатом Меня как бы увидели общественные организации Тем более Чувашской автономии Пригласили работать именно первым заместителем Заместителем? Первым заместителем Да, своего Владимира Ильича И у нас были запланированы очень большие объемы работы Для того, чтобы развивать Чувашскую национальную культурную автономию Чувашские языка и культуру, так будем говорить Да, да Практически все вопросы, которые нужно было реализовать Это мы вместе с исполкомом планировали И запускали И выполняли, и реализовывали данные проекты Одним из главных проектов, наверное, было Это идея была установить в Ульяновский памятник Ивану Яковлевичу Яковлеву Как задумано было, какой памятник, как он будет выглядеть И так далее Тогда мы встречались с Нагорным, Владимиром Нагорным Скульптором Автором Автором, да Скульптор, автор Он же и скульптор Он же и автор Автор этого памятника Да Да, Нагорнов Мы там встречались, наверное, порядка 10 раз В общей сложности Едили в Чебоксары Ну, сначала мы ездили еще в Москву Он же в Москве Это все готовил Да, да, и в Москве Сначала ездили в Москву Наверное, два раза мы ездили в Москву Сначала он проект показывал Потом он показывал его в глине Потом уже в Чебоксарах Уже мы посмотрели его уже в бронзе Уже в готовом виде Отлитый уже было Ну, а дальше был вопрос Стался, как, на что его ставить Под стамент Деньги Опять деньги упирается Это первое А во-вторых, идея была На кой высоте Как его Как его Чтобы видели Его видели Как, допустим, многие Говорили о том, что Давайте подними его метр на два Я говорю, а тогда никто его не увидит Поэтому Мы зашли Владимир Федоровичу Ермолаеву Это очень богатый Будем говорить Предприниматель В Чебоксарах Говорит, Владимир Федорович Так и так у нас проблемы Мы хотим Вот нигде нет Иван Яковлевичу Яковлеву памятник Мы хотим В Ульяновской первой Потому что Симбирская Чувашская школа Кто Как бы Открыл Кто Возродил Это опять Иван Яковлевич Яковлев Вот в честь Его памяти Надо нам что-то Сделать Такое Чтобы было исторически Было интересно Людям и знали историю Нашей Чувашской нации Тогда он говорит Да, хорошо Мы вам поможем Он специально Из Карелии Привезли Гранитную Глыбу И показал Как они обрабатывают На заводе Мы были у него Показал Как это все дело Делать И он нам За счет своих Финансовых средств Бесплатно Можно сказать Нам поставил Этот фундамент Под стамент Вернее Под памятник С надписями Со всеми делами Ну и конечно же Во-первых Памятник очень дорого стоил Собирали деньги Можно сказать Всем миром Тогда мы обратились И к губернатору Тогда был губернатором Сергей Иванович Морозов Обратились в том Что денег Немного не хватает Надо как-то помочь И тогда он Сказал Что всем Руководителям Муниципальных Бюджетных Муниципальных Бюджетных Областных Руководителей Которые Числятся Как бы Государственными Чиновниками Муниципальным Чиновникам Чтобы Дневной заработок Отдать на Установку Этого памятника И мы тогда Все собрали Сделали Поставили Конечно же Это было Событие огромное Для Чувашей Это было 1 октября 2006 года 2006 года Да Приехали Гости Из Москвы Да Со всего Племянники Дьякулева Приехали Из Шабакцара Всех Пригласили На открытие Это был Очень большой Проект Над которым Вы Честно говоря Со Сваевым Владимиром Вы оба работали Два человека Возглавляли Застучив рукава Надо было Раз идея Была Надо было Ее реализовать Уже Назад Дороги Не было Поэтому Мы Пошли На все Вернее Чтобы И главное Все национальные Культурные автономии Области В районах Я имею ввиду Помогали Помогали Все практически Сейчас Это украшение Нашего города Да И потом Поставили Вопрос О том Чтобы Благоустроить Этот сквер Колючий Свер Колючий Называется Там Финансовые Хозяйственные Вопросы Мы даже Их не видим Вот Это Вы работали Да Финансовые Вопросы Конечно Решались Специальный Счет Тогда Открыли Для памятника То есть Все сделали Для того Чтобы Эту идею Реализовать Это конечно Одна из Главных Заслуг Наверное Сваева Потому что Все таки Что он Возглавлял Вернее Чувашский Я думаю Вы тоже Наравне Вместе Работали Работали Вместе Конечно В 64 школе Открыли Чувашский Культурный Центр Это уже Было Одним Из Первых Таких Проектов Да После Этого В центре Есть А что же Делать За Волгой Поэтому Решили Там была Школа Национальных Культурных Автомномий Там и Татары Там и Чуваши Там и Национальные Классы Национальные Классы Были Да Мы решили Давайте Нам Вот Два Класса И Фойе Нам Дали Ну Вот Пришла Идея О том Чтобы Вот Это Фойе Сделать Именно Национальным Колоритом Чтобы Видно Было Что Там Во-первых Борельеф Иван Яковлевич Яковлев Во-вторых Все Стены Были Сделаны Как По Расцветке Флага Чувашского Флага И полы Конечно Были Сделаны Тоже Шахмат На Порядке И тоже Было Как Орнамент Узорчики Да Орнаменты Чувашской Культуры Чувашской Самой Как Бы Все Орнаменты Чувашского Чувашского Народа Вот Когда Губернатор Пришел Он Говорит Я Говорит Не понял Куда Я Зашел Он Удивился Конечно Было Сделано Очень Красиво Всем Понравилось Потом Конечно Шклассы Оборудовали В Одном Классе Сделали Музей Для Развития Тоже И Костюмы Были Чувашские Все Сделали Для того Чтобы Было Напоминание О Культуре Чувашского Народа Дети Учились Изучали Чувашскую Культуру Еще Два Ансамбля Наши Сорна И Полна Репетировали Да Долгие Репетировали Потом Пока Буквально В этом Году В 21 Году Обратился Ко мне Директор Чувашского Класса Она Зам. Директором По-моему Является Или Директором Мы Помогли Выделили 50 тысяч Из бюджета Для того Чтобы Там Говорит Линолем Испортился Нет вопросов Говорит Давайте Решать Чувашим Надо Помогать Если бы Вы не были Депутатом Тоже Трудно Было Конечно Депутатская Работа Помогает А еще 2000 Депутатская В 2004 Клуб Чувашских Чувашских Да Также Активно Принимал Участие Мы Создали Учредительное Собрание Я тоже Участлив Да Учредители Выделялись Финансовые Средства Именно За счет Износов Этого Иртеля В одно Время Очень Было Очень Умная Идея Хороший Проект Потому что Люди Состоятельные Они Состоялись Жизни Мы Составили Список Наших Предпринимателей Нашли Главные Нашли Да Через Друг Подружки Нашли И пригласили Они Никто Не Отказался Практически Начали Эти Вопросы Развивать Было Сделано Очень Много Да Они Для себя Состоялись Жизни Как Были Уже Состоятельные Люди И Начали Помогать Ваш Культуре Это Очень Много Год И Любили Газеты Канаж Проводили Они Постоянно Вкладывались Приезжали На Праздник На Сцене Выступали Поздравляли Подарки Это Очень Было Здорово Практически Все Праздники Проводили Да Все Мероприятия Ежегодно Проводили Около Десять Раз Мы Ездили В Москву На Всероссийской Ягодной Да Организовано Автобусами Автобусы Ходили Ну Вы Помните В каком В одиннадцатом Году У нас Всероссийской Ягодной Да Это Ульяновские Под Проливным Дождем Проводили Проводили Всем Запомнилось На Всю Жизнь Поэтому Сделано Конечно Очень Много После Этого Еще Один вопрос Реализовать Нужно Было Для того Чтобы Памятник Есть Классы Есть Что Дальше Дальше Нужно Было Иметь Здание Здание Где Помещались На Ленина Девяносто Один По Могу Девяносто 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 Там Конечно Было Не Совсем Уютно Во-первых Тесновато Тесновато Было Очень Дальше Тесновато Только Для руководителя И нигде Негде Было Заниматься Ничем Вот Я уже Будучи Первым Заместителем Главы Города Писпаловой Марин Павловна Пришел Говорю Марин Павловна Как хотите Давайте Найдем Помещение Для того Чтобы Чувашскую Культурную Автономию Развивать Памятник Есть Классы Есть А Располагаться Негде Отдельное Здание Да Ну не то Что мы Сначала Искали Просто Помещение Чтобы Было Более Менее Уютнее Да Тогда Уже Горюнова Тогда Была Горюнова Ну тогда И сейчас Она Есть Горюнова Татьяна Владимировна Говорит Вот Есть У нас Такое Помещение Ну а на таком состоянии Можете взять И его Отремонтировать И себе Как бы Там Трудо Самое Устроится Центр Чувашской Культуры Я говорю Хорошо Посмотрели Конечно Где-то Миллион и полтора Мы туда Вложили Для того Чтобы Привести В нормативное Состояние Там и Отопление И Освещение И Самоотделку Внутреннюю отделку Перегородки Да Перегородки Все сделали Так как Надо было Как Хотелось бы Тогда Руководство Чувашской Культурной Автономии Мы все сделали И воду Провели И канализацию Сделали Все 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 Привели В порядок И наконец-то Когда можно было Гостей приглашать Уже Самое Нормальное Культурное Помещение Катурное Здание Это мы Говорим По которой По сегодняшний День Она как бы Там находится Но На сегодняшний День Вот Приходит Немножко И надо его Ремонтировать И кровли И фасад Уже Самое Приходит Как бы Состояние Которое Требует Ремонта Поэтому Будем Выбивать Деньги Из бюджета Потому что Это здание Все равно Муниципальное Я вот Сейчас Ставлю Вопрос О том Чтобы Выделили Финансовые Средства На ремонт Кровли И на ремонт Фасада В 2022 году Я надеюсь Получится Многие Поддерживают Мою идею Я думаю Прообьем Добьемся Чтобы было В 2022 году Отремонтировано Это здание Мы говорим О здании На Льва Толстого 12 Где Размешается Чувашка Автономия Редакция Котет Канаж Да Совершенно верно Чтобы людям Было понятно Это одноэтажное Здание На Льва Толстого Так Вы стали Потом Меценатом Года Вас признали Очень много Помогали Видимо Увидим Да Было такое Что Было Обращение Такой Общественной Организации Для детей Инвалидов Родившиеся Заячной Губой Называется Самый Вот Для них Мы Выделяли Тогда Я был Директором Монтажа Строительного Управления Выделяли Финансовые Средства Для того Чтобы Помогать Таким Детям Которые Родились Именно Заячей Губой Так называемый Специально Такий Был Фонд Мы Туда Выделяли Деньги Они Нас Тоже Отблагодарили Заметили Да Заметили Отблагодарили Вручили Каня Медаль Как Меценат Столетия Да Это В шестом По-моему Году Да Да В шестом По-моему У вас Грамот Не у каждого Есть Грамот У меня От Чувашской Президента Чувашской Республики Президента Культуры Министерства Культуры Чувашской Республики Есть И от Губернатора И от Закондаторного Собрания И от Городской Думы Ну и Есть От Президента Владимира Владимировича Путина Видите Мы Да 60-летие Победы За Организацию Проведения Мероприятий Посвященная 60-летию Победы У меня Памятная Медаль Благодарственное Письмо От Путина Владимира Владимировича Вы всегда Были Инициативным Человеком Всегда На виду Помогали Были Неравнодушным Человеком Ну вот Это Наверное Это Да И вот Про энциклопедию Дмитрий Васильевич Кудмина Он Тоже Затеял Большой Проект В Девятом Году Выпустил Первый Том В Девятом Году Второй Том И Тоже Без Денег Не Обошлось Он Конечно Вкладывал Очень Много Своих Денег Помощника Живы Да Да Тогда Он Обратился Дима О том Чтобы Он Выпускает Такой Энтиклопедии Даже Двухтомник Энтиклопедии По-моему У него Финансовое Средство У него Личных Конечно Более Трех Миллионов Как Он Не Говорил Что Вложился Да Ну И Мы Немножко Помогли Чтобы Действительно Добить Этот Проект Тоже До Конца То Есть Вот Такие Вот Большие Проекты Они Требуют Очень Большого Финансирования И Без Как Неме Не Обойдешься По-чувашски Неме Это Обществом Помогает Это Коллективная Помощь Да Коллективная Помощь Вот Именно Коллективом Можно Добиться Всего То Что Запланируем Для Развития Чувашской Культуры И Языка И Культуры Про Неме Вы Заговорили Про Традицию Чувашского Народа Даже У нас Есть Ваш Культурный Центр Неме В котором Опять Самую Главную Может Были Самую Один Из Самых Главных Ролей Вы Поддержали При Образовании Вот Это Неме Чтобы Где-то Советом Где-то Финансами Где-то Так Чтобы Они Приходили Вместе Советовались Вместе Все Это Делали Дима Кузьмин Егоры Владимир Егоры Ярохин Но И Сам Герман Герман Мадюков Все Приезжали Ко мне Давайте Посоветуемся Вместе Вы Прошли Все Огоневоды Я говорю Давайте У вас опыт Большой Давайте Говорю Вот Таким Вот Таким Образом Ну Все Прошли Во-первых Герман Сам По себе Он Юрист Это Было Легче Организовать Ему По Регистрации Вот Этих Всех А там Очень Тоже Много Необходимо Знать Для того Чтобы Организовать Зарегистрироваться И так Далее Сегодня Идет У нас Очень Честный Учет Финансовых Средств Челенским Взносом Очень Четко Каждый Квартал Можно Сказать Докладывать Где Куда Какие Финансовые Уходят Это Мне Очень Нравится И Вот Там Два Этих Ансамбля Сегодня И Тоже Нашли Помещение На Ульяновском 4 По Много Это Проспект Ленского Комсомола Проспект Ленского Комсомола 4 А 4 А Да Вот Ну Полуподвальное Помещение Я думаю Надеюсь Мы Будущим Будем Поставим Перед собой Планы Такие Планки Чтобы У нас Было Более Менее Еще Лучше Но Там Помещение На Сегодняшний День Неплохой На Сегодняшний День Пока Устраивает Пока По Квадратным Метрам Но Я Буду Будем Надеяться Мы Будем Развиваться И Будем Дальше Думать Как Дальше Нам Поизыскать В Помещении Или Отдельно Стоящее Здание Какое-то Найдем Будем Добиваться Чтобы У нас Тоже Было Культурно Цивильно Сейчас Очень много Работает Очень здорово Работает Культурный Центр Независимо От того Что Пандемия Конечно Немножко Помешала Уже Полтора Года Практически Нельзя Собираться Во-первых Все ограничения Надо соблюдать Собираются Ограниченно Собираются Все равно Собираются Все равно Решают Все равно Планируют Какие-то Мероприятия Провести На улице И так далее Посылают Своих Членов На конкурс В Чебоксаре Где они Займают Призовые места Это Замечательно Вообще В принципе Всю основную Работу Культурную Работу Может быть Они Неверно Толкую Очень много Делает Для развития Культуры Это здорово Нам надо Помогать У вас Конечно Есть опыт Надо поддерживать Поддерживаем Это я тоже Приветствую Тогда Остановимся На депутатской Работе Вы сейчас Возглавляете Комитет Да Я сейчас Возглавляю Комитет Председателем Комитета Строительства Дорожного Хозяйства Градостроительства Дорожного Хозяйства Так называется Комитет Там Очень Такой Сложный Комитет Конечно Очень Много Вопросов Которые Касаются И Реализации Капитальные Ремонты Дорог Строительства И Конечно В основном Не то что В основном А много Вопросов Которые На сегодняшний День Требуют Решения По изменению Генеральный План Это Очень Щепетильный Очень Такой Подход Необходим Подход Для того Чтобы Принимать Решение В том Или ином Варианте Чтобы Генеральный План И чтобы Строительство Не остановилось В городе Ульяновске Вы знаете Что Стройка Это Локомотив Экономического Развития Всего Региона В том числе И города Ульяновска Нам надо Принимать Такие Решения Чтобы И овцы Были Сыты И волки Целы Вернее Наоборот Волки Сыты И овцы Были Целы Поэтому Приходится Принимать Решения Вот такие Поэтому Может быть Губернатор Русских Начал Со строительства Переустройства Последнее Время Он много Говорит Много Пишут О строительстве О переустройстве Вы Вкладываете Свой вклад В эту копилку Тем более Уже Повторюсь У вас Опыт Очень большой Уже И депутатской Работы И общественной Работы Ну хорошо Еще что Скажем Заканчиваем Вот Еще Заканчиваем Что Хотел Сказать В годы Когда Губернатором Был Очень После Окончания Вернее После Завершения Не то Что Завершения После Того Что Как Закрылось Строительство На Авиационном Комплексе Приходилось Искать Себе Работу Самим Мы Перешли На Газификацию Ульяновской Области Мы Практически В семи Районах Одновременно Выполняли Работы По Монтажу Межпоселковых Газопроводов Внутри Поселковых Дворок Дворок И Квартирных Более Пяти Тысяч Квартир Мы Обеспечили За Пять Лет Даже Пять Шесть Лет Более Пяти Тысяч Квартир В разных Районах Это Барышский Это Сенгелеевский Это Теренгульский Это Старомайинский Чердоклинский Цельнинский Район Цельнинский Район Практически Мы Привели ГАЗ Спервые Начиная С Нагаткина И поехали По всем Деревням И одновременно Запускали Все квартиры Поэтому Вы почетный Гражданин Цельнинского Района Да После этого Мне Дали звание Почетный Гражданин Цельнинского Района Очень здорово Желаем здоровья Успехов У вас сил полно Помогать И в депутатском корпусе Работать Будем стараться И общественная работа Вас ждет И нас ждет Вместе Будем творить На благо народа Чуварского Сяга Передача На Вес Летбер Тудзем Передача На Николай Ларин Ферти Будь Теб Гурит Сяга Спасибо Редактор субтитров Редактор субтитров